Дорогие друзья, мир вам! Я рад быть с вами в общении. Вчера с братом Володей, который проповедовал первый, мы имели возможность участвовать здесь в молодежной конференции. А вот те братья, которые выходили на сцену перед этим, брат Людвиг, брат Александр, с ними мы были в Польше. На этот раз именно там проходил лагерь для слабовидящих, который спонсирует ваша и наша церкви. Благодарим вас за ту лепту, которую вы внесли, и держите веревку, как говорит Людвиг. Слава Богу за это. Друзья мои, сегодня я хотел бы поделиться Словом Божьим, которое записано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 19 стих. Матфея 27, 19. Один стих прочтем. «Между тем, как сидел он, Пилат, на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Неужели именно этот стих мы прочли? Да, друзья. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Жена Пилата послала рассказать своему мужу о ее сне, который она только что увидела. Случайно ли она увидела сон именно в этот момент? Конечно же, нет. Был ли этот сон хороший? Нет. Друзья мои, у вас когда-нибудь был плохой сон? Я думаю, у каждого из нас, которые сидят здесь, у большинства из нас, по крайней мере, когда-то в жизни точно был плохой сон. Вообще, ученые говорят, что мы видим сны ежедневно, только потом забываем. Часто бывает так, что утром просыпаемся, и вот что-то видели, что-то такое ощущали, но не можем точно вспомнить, что же это было. Иногда люди кричат во сне, или видят то, что превосходит все их воображение, что-то страшное, что-то ужасное, и потом просыпаются и даже не могут рассказать. Иногда бывают такие моменты у некоторых людей, может быть, и у вас вот из-за этого опыта, что даже не хочется потом возвращаться в этот сон. Бывает, что сон заставляет нас страдать. Жена Пилата так ему и говорит, я ныне за этого праведника много пострадала за Христа во сне. Интересно, правда? Мы даже не знаем ее имени. Это язычница. Она больше нигде, ну, по крайней мере, то, что мы о ней знаем, мы думаем, что она язычница, она больше нигде в Писании не упоминается. И, возможно, он, Пилат, поделился деталями дела Христа с ней раньше. Может быть, он рассказал ей о том, кем был Христос, а может быть, она знала об Иисусе от других. Так или иначе, у меня тогда, когда я читаю этот один небольшой стих, небольшое вкрапление в историю о страданиях нашего Спасителя, возникают два вопроса. Первый. Как же нужно пострадать во сне, чтобы отважиться на то, чтобы отправить кому-то об этом послание, чтобы прервать важные государственные дела своего мужа? Напомню, муж ее был прокуратором Иудеи. То есть, что должна была пережить эта женщина, что должно было бы побудить ее на этот поступок? Это первый вопрос. А вот и второй. Послушал бы я? Это уже вопрос личный, на применение. Послушал бы я или ты, дорогой друг? Вот такое предупреждение, если бы мы с вами оказались на месте Пилата. Конечно, в древности мы все, которые читаем Библию, знаем, что в древности люди придавали намного большее значение снам, чем мы сегодня. Вспомните те сны, которые явились фараону, и как Бог использовал Иосифа для того, чтобы их ему истолковать. И потом, как фараон поставил Иосифа над всей землей египетской, для того, чтобы он был вторым после фараона и исполнял значение этих слов. Вспомните, как в Вавилонском царстве Даниил стал Божьим толкователем сынов для Навуходоносора. И это происходило не единожды. Часто именно во сне пророки получали свои видения. Вспомните, что именно во сне Соломону явился Господь. И знаменитое предложение «проси, чего хочешь», так его можно охарактеризовать, прозвучало именно во сне. И его ответ, он просил мудрости, был тоже во сне. Вспомните, какую роль сны играли перед Рождеством Иисуса Христа. И тем не менее, вот несмотря на все эти эпизоды, о которых мы читаем в Писании, перед нами очень смелый поступок этой женщины. Она не сбросила со счетов то, что увидела. Она не просто сказала «да подумаешь, какой-нибудь там сон». Она обратила на это очень серьезное внимание. Но как же отреагировал Пилат? Как он ответил? Мы не знаем в точности его слов или реакции, но так или иначе, мы знаем одно – его ответ, его реакция не остановила хода событий. Хотя он прекрасно знал, что Христос невиновен, это не остановило казни. Даже то, что его собственная жена пыталась его остановить и предупредить, не остановила хода событий. Удивительно, что эта женщина, как я уже сказал, скорее всего, язычница, была единственным человеком, который заступился за Христа в его последние часы. Римлянка, жена прокуратора, такой человек, от которого бы мы, наверное, никогда этого не ожидали. Чему же учит нас этот эпизод в Евангелии, особенно в свете воспоминания нашего сегодняшнего о смерти и страданиях нашего Спасителя? Я предлагаю несколько уроков для размышления. Первый урок – это то, что так же, как и перед Пилатом, перед каждым из нас, рано или поздно в жизни встает трудный выбор. Трудный выбор бывает у каждого из нас, большой или малый. Посмотрите на ее предупреждение. Во-первых, оно было своевременное, то есть он, Пилат, как раз находился в это время на судейском месте. Во-вторых, ее предупреждение было срочным. Она говорит, прекрати немедленно, так можно еще перевести эту фразу. Руки прочь, мол, от вот этого праведника. В-третьих, ее предупреждение было истинным. Он, Иисус, действительно был невиновен. В-четвертых, ее предупреждение было сделано с провидением, то есть с незримым Божьим вмешательством в дела людей. Но, к сожалению, несмотря на это все, к этому предупреждению Пилат не прислушался. Видимо, сон, который она увидела, был не так давно. Может быть, даже она впала в какое-то состояние сна или забытья даже днем, потому что она говорит, я ныне, то есть прямо сейчас вот видела этот сон. А может быть, это произошло в предыдущую ночь, в ночь с четверга на пятницу. И вот она рассказывает о своем сне своему мужу, зная, что судьба Иисуса находится именно в его руках. А вы, дорогие друзья, жены, вы рассказываете о своих снах вашим мужьям? А вы, мужья, делаете это или нет? Вы знаете, сны бывают самым сокровенным, что у нас есть. Некоторые из нас могут иметь такие сны, ну, может быть, мы в этом прямо невиновны, но, тем не менее, такие сны, которые стыдно рассказать. Но если мы рассказываем нашему самому близкому человеку наши сны, это говорит о глубине наших взаимоотношений. Бог может использовать сны, чтобы разбудить нашу совесть. Конечно, Господь знал, что Иисус невиновен, но, тем не менее, Пилат здесь поддается влиянию иудеев. И в этой трудной политической ситуации у него на вешцах собственная карьера. Помните, как они поставили вопрос? Они сказали, либо ты друг кесарю, то есть твоя работа, твоя карьера здесь находится под ударом и под углом. У него был этот трудный выбор. Кто-нибудь скажет, да, но ведь в своем плане Господь уже предусмотрел смерть своего сына. Так или иначе это могло произойти. Мы ответим на это точно так. Но ведь Пилат именно отдал его на смерть. Он стал не пассивным, а добровольным инструментом в руках Божьих. Он сам принял это решение. Он знал правду. Он всеми силами, хотя всеми ли, но некоторыми, по крайней мере, старался избавить Христа от смерти. Он знал правду, знал, что Христос невиновен, но поддался вот этому давлению, фактически показав себя трусом. Моральную трусость он показал в этот кризисный, ответственный момент. Тогда, когда обстоятельства его прижали. Тогда, когда он вот-вот должен был лишиться самого дорогого. Оказывается, это для него была его карьера, его работа. И вот этот человек на другой чаше весов, он выбрал первое. Он решил пожертвовать этим невинным и праведным человеком с большой буквы. Помните, он его выводит и говорит, вот он, все человек. Что означает эта фраза? Как не то, что вот он и есть истинный человек. Другого такого нету человека с большой буквы. Знаете, у нас у христиан есть символ веры. Краткое описание того, во что мы все верим. Помните, верую в Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Мы часто поем его или слышим, как хор его поет. Он начинается. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единородного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате. Заметьте, в символе веры всего три личных имени. Господа Иисуса Христа, Марии, Его Матери, что, в общем-то, понятно. И представьте себе, как Пилат вошел в историю. Как этот человек, который хотел остаться невиновным, и даже для этого умывал руки, но кровь, тем не менее, осталась на его руках. Он вошел в историю именно как тот, который струсил в последний момент. И вот перед нами сегодня тоже трудный выбор. Я говорю здесь не только о тех, которые, может быть, не знают Христа, и если такие есть, то, дорогие друзья, перед вами этот выбор стоит. Сегодня перед вами стоит выбор Христос или Варава. Сегодня перед вами стоит выбор ваше собственное Я, ваша карьера, может, даже ваша семья или этот Бога-человек. Если вы его примете, вы обретете спасение, жизнь вечную. И не только в снах, а в вернейшем пророческом слове сегодня Бог вас об этом предупреждает. Но перед нами, верующими, тоже стоит трудный выбор. Мы знаем уже, что есть небо, есть ад с другой стороны, есть преисподняя, и хотя вроде бы у нас был момент в жизни, когда мы сделали этот выбор, потом, может быть, мы заснули. Потом, может быть, мы не всегда придерживались этого выбора в нашей повседневной жизни. И вот перед нами напоминание. Именно поэтому нас Бог встряхивает. Делает это каждый месяц, как принято у нас в церквах. Он напоминает нас, нам, насколько дорого досталось Ему наше искупление. И напоминает не просто видимыми образами, а такими, чтобы мы могли их почувствовать, чтобы мы могли их вкусить и даже проглотить. Трудный выбор. Первый урок. Второй урок. Перед своим судом Бог всегда дает предупреждение. Вы знаете, казалось бы, как я уже сказал, Пилат сделал все, что было в его силах, чтобы умилостивить иудеев и не приговорить Иисуса к смерти. Он его им передал? Да, передал. Он сказал, чтобы его бичевали, то есть сделал определенную уступку. Да. Он сказал свое мнение, чтобы все слышали, что не нахожу я никакой вины в этом человеке. Да. Он послал его к Ироду таким образом, ну, как бы давая возможность другому, другими руками все это дело решить. Да. Он предложил им ворабву вместо Иисуса. Да, но заметьте, ничего из этого не помогло. И, друзья мои, так бывает всегда. Так бывает всегда, когда мы идем на уступки, на компромисс, на половинчатость. Мы хотим, чтобы было и вашим, и нашим. Мы хотим, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. Но дьявольскую ярость и зависть ничем нельзя удовлетворить. Только смертью. Поэтому в Библии сказано, не давайте место дьяволу. Он гвоздик забьет и заржавеет, и пережавеет весь дом. Сон жены Пилата был вот этим Божьим последним предупреждением для него. Кстати, может ли Бог говорить через сны сегодня? Интересный вопрос. Не правда ли? Я отвечаю, да, несомненно. Потому что есть многие люди, которые так или иначе не имеют доступа вот к этому вернейшему пророческому слову. Поэтому Господь по-прежнему в своей милости может достигать их с нами. Помните Рави Захариаса, великолепного американского апологета, который имеет доступ ко множеству светских университетов, в том числе в арабских, мусульманских странах. Так вот именно он свидетельствует, как неоднократно, когда он выступает в защиту Иисуса Христа и его Евангелия, к нему, ну правда тайно, чтобы незаметно было, подходили арабские, скажем, студенты и говорили, а мне был сон. Мне был сон, который говорил, ты ищешь истину, подойди к этому человеку. Или человек в белой одежде приходил. Или, как говорили в обличии некоем, сам Иисус Христос. И все это было во сне. Несомненно, я не хочу сказать, что сегодня мы должны обращать внимание на сны так же, как и раньше. Почему? Потому что у нас есть нечто лучшее. У нас есть, как я уже сказал, вернейшее пророческое слово. Но, друзья мои, так же, как сон тогда для Пилата стал предупреждением, так и для нас сегодня. Хлебопреломление – это тоже предупреждение перед Божьим судом. Через эти символы Бог как бы говорит нам, даю вам еще одну возможность самих себя осудить перед тем, как это буду делать я. Помните? Именно таковы, таково значение 11 главы 1 послания Коринфянам и тех предупреждений, которые там звучат. Давайте прочитаем с 28 стиха. 1 Коринфянам, 11 глава, с 28 стиха. Да испытывает же себя человек и, то есть, испытав себя, пройдя вот этот самый экзамен и сдав его. Нет, не сдав, потому что ты совершенен, а сдав, потому что ты выучишь. У тебя есть тот, кто тебя проведет через него. Ты попросишь прощения. Таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо, внимание, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Божье предупреждение перед нами. И это не сон, это явь. Наконец, друзья мои, Господь, и это третий урок для нас сегодня, все равно, несмотря что она не прислушалась к этому сну, достигает своей цели в искуплении. Вы знаете, Господь использовал, как я уже сказал, сны даже в Новом Завете много раз. Вспомните, показать Иосифу, что нужно взять Марию в жены. Именно через сон пришел ангел и сказал ему об этом. Затем он спасает сына своего от Ирода тоже посредством сна. Затем через сны он указывает им на то, что им нужно бежать немедленно в Египет. И кажется, что здесь, после всех этих снов, которые были тогда, этот сон почему-то не сработал. Но вы знаете, вещи не всегда бывают такими, как они кажутся снаружи. Бог все равно добивается рано или поздно в своей цели, даже через действия злых людей. Удивительным образом действует Божье провидение. Деяние апостолов, например, в 4 главе с 27 стиха говорит такие слова. Деяние 4, 27. Ибо поистине собрались в городе Сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, опять встречаем его, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Господь это видел, Он это предопределил, и они стали инструментами, хотя и добровольными в осуществлении его плана. А вот послушайте, что записано в 53 главе 10 стихе. Удивительнейшие слова из той самой главы, в которой говорится о страдающем слуге Божьем. 53, 10. Друзья мои, в заключении несколько истин. Конечно же, Иисус остается безгрешным, Пилат же виновен в его смерти. Пилат поступил неправильно, а вот жена его напротив поступила правильно, обратив внимание на такую, казалось бы, незначительную вещь, как сон. Господь использует обстоятельства нашей жизни, чтобы говорить к нам. Он, Пилат, должен был бы прислушаться к ней, но вместо этого он прислушивается к толпе. Он омывает свои руки, но кровь до сих пор осталась на них. На всем протяжении истории именно так он вошел туда. Он решил избавиться от ответственности, но она, эта ответственность, остается на нем. Она вернулась к нему. И, возможно, кто-то сегодня из находящихся здесь находится перед подобным трудным выбором. Может быть, перед вами тоже выбор – осудить или оправдать, простить ближнего моего или затаить все-таки обиду, послушать голос совести или заглушить его, наладить отношения или проигнорировать их. И вот через вечерю Господь пытается достучаться к нам. Он дает нам еще одну возможность. И у нас, как и у Пилата, есть свободная воля. Он предупреждает нас, ты можешь участвовать, но не в этом суть. Суть в самопроверке, суть в самоисследовании, в глубоком самоанализе. Господь дает нам эту возможность. Во время нашего участия чаша может стать либо чашей благословения для нас, либо чашей проклятия. Либо тем средством, с помощью которого мы налаживаем отношения с окружающими и с Господом. Либо тем средством, которое ввергает нас в новый цикл неприятностей и осуждения. Одно и то же вино, одна и та же чаша, но два совершенно разных действия, два совершенно разных последствия. Друзья мои, чтобы мы не избрали, Господь все равно выйдет победителем. Он все равно прославится. Он все равно выведет наши даже мысли, в том числе и греховные, на чистую воду. Так почему же не воспользоваться этим брошенным нам спасательным кругом? Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся, друзья.